Сегодня утром национальная сборная по футболу вернулась домой. Прилетела команда из оманской столицы Маската, где сумела оформить исторический выход в третий раунд отборочного турнира Чемпионата мира 2026 года. Сразу по прибытии в головной офис Кыргызского футбольного союза, команде была организована торжественная встреча с участием заместителя главы Кабинета Министров нашей Республики Эдиля Байсалова. Начиная с сентября мы встретимся с пятью сильнейшими командами азиатского континента. Отмечу, что это уже событие, это уже праздник для болельщиков. Уверен, что третий раунд отборочного турнира подарит массу эмоций нашим болельщикам. И такой достойный результат это показатель единства, национального единства внутри нашей республики. Сразу после официальных лиц встречу выступил Штефан Таркович, главный тренер национальной сборной. Словацкий специалист, выведший команду в следующий этап отборочного турнира и завоевавший прямую путевку на Кубок Азии, поблагодарил болельщиков и членов национальной сборной. Мы очень рады такой встрече. Это важно для команды и важно для меня лично. Выход в следующий этап отборочного турнира это большое достижение. Мы рады подарить болельщикам такую радость. Благодарен игрокам сборной за то, что они выложились на 100% и показали достойный результат. Отметим, контракт с тренерским штабом Тарковича действует до 30 июня. В ближайшее время, по словам руководства Горгийского футбольного союза, будут проведены переговоры, где станет ясно, продолжит ли Таркович руководить сборной. Руководство Горгийского футбольного союза будет обсуждать дальнейшую судьбу, будем ли мы продолжать. Если мы будем продолжать, то на каких условиях мы будем продолжать работу с главным тренером. Здесь будут в расчет взяты пожелания самого главного тренера и его намерения по продолжению работы, либо по тому, чтобы прекратить эти взаимоотношения. Мы все благодарны Штефану за то, что он сделал, выводя нашу команду в следующий этап отбора на чемпионат мира и завоевав досрочно для нас путевку на Кубок Азии 27-го года. Поэтому здесь его заслуга очень велика. Я думаю, что это плод его усилий, его тренерского штаба. После официальной части церемонии на вопросы журналистов ответили игроки национальной сборной. Вопросы касались и последней игры с Аманом, и атмосферы внутри команды, и многого другого. Скажу про последние две встречи. В первой игре с Малайзией мне удалось забить, это было здорово. Тем более я давно не забивал за национальную сборную. Хочу отметить, что футбол – командная игра, и Т1 ничего не может сделать. Благодарен партнерам. Увы, не сумели победить дома и отпраздновать с болельщиками выход в следующий этап. Скоро, после жребевки, мы узнаем именно соперников. И будем готовиться. У нас есть мечта сыграть на чемпионате мира. Мы приложим максимум усилий для этого. Самое главное – порадовали всех болельщиков нашей команды. Третий раз уже отобрались на Кубок Азии. Также продолжаем бороться за выход в финальную стадию чемпионата мира. На сегодня мы выполнили задачу, поставленную перед нами. Мы очень счастливы. Мы еще не отдохнули с дороги. Усталость есть. Надо отдохнуть. Но эмоции самые хорошие. В национальной сборной все по-другому. Стал относиться к делу еще более профессиональнее. В сборной за тобой смотрят болельщики, верят в тебя. К сожалению, не вышел на матч с Малайзией. Но в игре с Аманом тренер поверил меня и выпустил на поле. Надеюсь, все будет хорошо и у нас все впереди. И нам, и им было тяжело. Мы играли с Аманом в четвертый раз и уже так по-приятельски пообщались с аманцами. И они признались, что им тоже было тяжело. Все хотели выиграть и выйти с первого места. Но и ничейный счет 1-1, считаю, можно записать себе в актив. Главное, мы пробились в следующий раунд отбора на чемпионат мира. На пресс-брифинге для журналистов Штефан Таркович уже отвечал на вопрос о том, кого он хотел бы видеть своим соперником в следующей третьей стадии. Мне не нравится делать какие-либо прогнозы по этому поводу. Жеребевка есть жеребевка. Туда может попасть кто угодно. И мы никак не можем повлиять на этот процесс. Но хочу сказать, что мы готовы играть с любой командой. Будь то Япония, или Австралия, или другая команда с первой корзины. Мы будем исходить из того, какая команда нам попадется. И мы будем готовиться именно к этому сопернику. Напомним, соперников по следующему отборочному раунду мы узнаем 27 июня после жеребевки в Куала-Лумпуре. А пока футбольная сборная пишет новую страницу собственной истории. А истинные болельщики продолжат верить в нашу команду. И также яростно поддерживать ее на домашних и выездных матчах уже сильнейшими сборными азиатского континента. Все впереди в Береге Алгам. И уже к моменту выхода этого материала в эфир стало известно, что руководство Футбольного Союза решило не продлевать контракт со словацким специалистом. Президент Союза Камчевик Таши выразил признательность за проделанную работу, за результат и пожелал успехов Штефану Тарковичу в дальнейшей работе. Продолжение следует... Продолжение следует...